В этом году на конкурс лучших сельских учреждений культуры Московской области было подано почти 100 заявок. Наш муниципалитет представлял ДК «Буревестник» села Молоково. По итогам конкурса он оказался в числе 16 победителей. Критерии, естественно, это материально-техническая база, это увеличение коллективов творческих, это победа в областных региональных международных конкурсах, это развитие и внедрение новых форм работы. Нелли Обзялова возглавляет ДК с 2014 года. В 2021 она была признана лучшим руководителем сельского учреждения культуры Подмосковья. Не так давно в «Буревестнике» провели ремонт, благодаря чему были созданы условия для новых направлений работы. В 2014 году занималось 4 клубных формирования, на данный момент их 35. Коллективы все разные, разные направленности, есть вокальные, театральные, хореографические, спортивные, молодежные. Поэтому есть куда крылья творчества направить. Один из старейших коллективов Дома культуры – театр танца «Гюнеш». В нем занимается более 100 человек разного возраста. Девочки неоднократно участвовали в окружных мероприятиях, выступали в разных городах и становились лауреатами конкурсов. Более 80 наград у нас есть моих и детей, то есть это и лауреаты, и дипломаты, и, скажем так, какие-то благодарности от многих организаций, даже по району. И вот у нас есть гран-при. В студии живописи рисунка «Мир красок» юные творцы становятся настоящими художниками. Проявляя усердие, они развивают свой талант. Их работы можно увидеть на различных выставках. Я сейчас рисую натюрморт. Тут фрукты, корзины изображены. Это потом будет все в гуаше. Студия эстрадного вокала «Счастливые люди» помогает раскрыть возможности своего голоса, научиться правильно петь и передавать эмоции зрителям. Воспитанников Надежды Жиряковой, впрочем, как и ее саму, часто можно увидеть на сцене во время праздничных концертов. А звук – это дар божий. Голос – это дар божий. Инструмент человека – это живой, уникальный музыкальный инструмент. И овладеть этим инструментом – ой, какая большая наука. Научить самого себя. В планах у руководства Дома культуры еще больше расширить свою деятельность. А полученная награда поспособствует этим намерениям. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.